Польша. В 1795 году эта страна была лишена своей государственности, будучи разделена между ее соседями – Россией, Австрией и Пруссией. Более чем 120 лет спустя, события Первой мировой войны породили надежду среди польских политиков на восстановление независимости своей родины. Среди многочисленных идей по воссозданию польского государства, один из самых невероятных проектов будет предложен американскому президенту Вудро Вилсону в начале 1917 года и станет известен в истории под именем Соединенных Штатов Польши. История проекта Соединенных Штатов Польши тесно связана с жизненным путем его автора – Игнация Яна Подеревского. Он родился в 1860 году на Подолье в польской крестьянской семье. Проявив с юности талант игры на фортепиано, Игнациев был поощрен своими учителями поступить в Варшавский музыкальный институт для продолжения своей учебы. Затем он отправился изучать композиторское искусство в Берлине, а два года спустя он оказался в Закопане, являвшемся не только главным курортом австрийской Польши, но и местом многочисленных встреч лидеров польской общественности и культуры. Именно здесь молодой пианист обретет свою известность и начнет успешную музыкальную карьеру. Упорно работая над своей виртуозной игрой, Подеревский давал концерты по всей Европе, обретя славу второго Шопена. Эти успехи не только укрепили его финансовое положение, но и позволили новой звезде польской классической музыки гастролировать в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке и особенно в США. Эти поездки позволили пианисту завязать важные знакомства в кругах польской интеллигенции, а также в мире аристократии, политики и дипломатии, которые будут крайне полезны в последующие годы. Дебют общественно-политической деятельности Подеревского наступит в 1910 году, когда он профинансировал создание памятников Кракове в честь 500-летия Победы Польши над Тевтонским орденом в Грюнвальдском сражении. Такая патриотическая акция с очевидным антинемецким оттенком могла быть возможна только в австрийской Галиции, где габсбургские власти были традиционно более либеральны к действиям местных польских элит, чем в немецкой или русской Польше. Однако для самого Подеревского этот первый шаг в политике был лишь прелюдией к дальнейшим действиям. Начало Первой мировой войны в 1914 году стало поворотным моментом для участников польского национального движения, так как они полагали, что наступили наилучшие условия для решения будущего их родины. Польские политики имели определенные основания для таких надежд. Во-первых, сама Польша с первых же дней войны стала основным театром боевых действий на Восточном фронте, проведя к мобилизации польского общества во всех трех частях бывшей Речи Посполитой на стороне своих официальных правительств. Доказывая в условиях войны лояльность местной администрации, поляки повышали свою значимость в глазах правителей трех империй. Во-вторых, Первая мировая война подорвала старый статус-кво, существующий после решений Венского конгресса 1815 года. Чем дольше длилась война на Восточном фронте, тем вероятнее становился отказ воюющих сторон от дальнейшего сохранения старых границ раздела Польши между Россией, Германией и Австро-Венгой. Равно как и обретение поляками большей автономии со стороны Петрограда, Вены и Берлина. Наконец, победа Антанты или центральных держав сулила польским политикам возможность вновь объединить все польские земли под одним иностранным флагом. Либо в составе России, либо под скипетром Габсбургов или Кокенцолернов, увеличивая тем самым шансы на создание большой автономной Польши. Оставалось ответить только на главный вопрос. На кого сделать ставку в борьбе за восстановление Польши? На Россию или на центральные державы? Польский политический класс, как в самой Польше, так и в эмиграции, раскололся на два лагеря по этому вопросу. Во главе сторонников сотрудничества с центральными державами стал бригадир Юзеф Пилсудский, некогда бывший социалист, а теперь организатор польских военных формирований в составе Австро-Венгерской армии. Его главным оппонентом был Роман Дмовский, лидер Национально-демократической партии, который поддерживал Россию и Антанту, полагая, что Германия является более страшной угрозой для будущего Польши. Оба лидера имели за собой богатый политический опыт, силу и поддержку созданных ими организаций. Однако они не только полагались на разных союзников, но также имели кардинально противоположные проекты устройства будущего польского государства. В последующих видеороликах я намерен обсудить более подробно как план между Морио-Пилсудского, так и идею польского национального государства Дмовского. Игнаций Подеревич узнал о начале Первой мировой войны во время празднования своих именин в своем доме Швейцарии. Часть приглашенных гостей вместе с Романом Дмовским тут же отправились в Варшаву, чтобы продвигать интересы поляков перед Петроградом. Как и любой другой поляк с активной политической позицией, Подеревский стоял перед нелегким выбором, на чью сторону встать. Хотя он имел много общего с Пилсудским в плане федералистского будущего Польши, польский пианист все же выбрал сторону Антанты, действуя в одном лагере с Дмовским, пусть и не разделяя его видение будущих границ Польши или его политику нацменьшинств. А вы знали, что только один из пяти человек, посмотревших последнее видео на этом канале и имели уже до этого подписку? Если вы хотите видеть больше контента на различные исторические темы и продвинуть его в алгоритмы Ютуба, то рекомендую сейчас же подписаться и нажать на колокольчик с оповещениями. Сначала Подеревский совместно с польским писателем Генриком Сенкевичем организовал в Швейцарии работу Комитета помощи жертвам войны в Польше. Затем он отправился сначала во Францию, а в марте 1915 года в Великобританию для сбора средств на помощь польским беженцам и для популяризации польского вопроса на Западе. В апреле знаменитый пианист решился пересечь океан и основать филиал Комитета в Соединенных Штатах Америки. Его главными задачами здесь были сплочение обширной польской диаспоры вокруг проантантовской позиции и создание общего политического лобби в глазах американского правительства. Обе цели были успешно выполнены, благодаря музыкальной славе Подеревского и его знакомству в высшем кругу американского общества, приобретенной в предыдущие годы его гастролей по всей Америке. Более того, влияние пропилсудских организаций среди польской диаспоры были сведены на нет, а сам Подеревский и его сторонники получили новую материальную базу для денежных сборов в пользу польского национального комитета во главе с Дмовским. В конце 1915 года Подеревский наладил контакты с Эдвардом Хаусом, являвшимся главным советником президента США Вудро Вилсона по вопросам европейской политики в годы Первой мировой войны. Вскоре между ними завязалась тесная дружба, позволявшая Подеревскому иметь прямую связь с Белым домом и продвигать там вопрос о восстановлении Польши на политической карте мира. Год спустя, 6 ноября 1916 года, знаменитый пианист во главе польской делегации встретился с Вилсоном, который очень внимательно изучал последствия нового политического поворота в войне на Восточном фронте. Дело в том, что за день до этого Германия и Австро-Венгрия опубликовали манифест 5 ноября 1916 года, согласно которому на территориях Конгрессной Польши, оккупированных силами центральных держав с 1915 года, создавалось бы формально самостоятельное королевство польское, которое на деле не было бы полностью независимым государством. Это было очень важным событием, поскольку это являлось первой перекройкой карт Европы в году Первой мировой войны. Берлин и Вена нарушили не только де юре статус-кво, существующий после разделов Польши, но и старый дипломатический принцип решения всех вопросов после, а не во время военного конфликта. Более того, с точки зрения пропаганды, немцы и Австро-Венгрия становились освободителями польского народа, ставя теперь русское правительство в неудобное положение давать более конкретные обещания в случае своей победы. Это в итоге и произошло 25 декабря 1916 года, когда в рождественском приказе армии и флоту Николай II назвал в числе целей войны аннексию польских земель Австро-Венгрии и Германии с их последующим объединением с царством польским на правах широкой автономии в составе уже Российской империи. Ящик Пандоры передела границ Европы уже был открыт, и никто еще не догадывался, как скоро он сметет три Европейской империи, и сколько еще жизней он с собой возьмет. Согласно версии Рома Ландау, польского писателя и автора биографии Игнация Подеревича, контекст событий вокруг предложения пианиста о создании Соединенных Штатов Польши был следующим. 8 января 1917 года полковник Хаус посетил Подеревского в своем номере в отеле «Готэм» на 5-м авеню и попросил его составить как можно скорее детальный меморандум о польском вопросе. Он утверждал, что президент готовил очень важное международное заявление, и он должен был через пару дней отбыть Вашингтон для встречи с ним. Подеревский закрылся у себя в номере и работал неустанно в течение 36 часов. Когда Хаус покинул Нью-Йорк 11 числа, он нес в своем кармане детальную выдержку всего необходимого для независимой Польши. Он вернулся из Вашингтона несколько дней спустя, и когда Подеревский спросил его о своем меморандуме, Хаус ответил. «Во время моей поездки в Вашингтон я прочел твой текст 4 или 5 раз. Я практически выучил наизусть главные пассажи. В течение следующих нескольких дней я постоянно упоминал твои аргументы президенту во время обеда и ужина. При многочисленных случаях он заявлял, что он абсолютно согласен с ними. Сегодня президент удалился в свою комнату. В одиночестве он готовит свое выступление. Бомба разорвется в считанные дни». Другими словами, согласно версии Подеревского и его биографа, план Соединенных Штатов Польши был составлен в экстренно короткие сроки. Настолько это было форс-мажорным обстоятельством, что на самом деле Подеревский направит два письма президенту Вилсону 11 января 1917 года. Второе – уточняя определенные детали оригинального меморандума. Основной идеей этих двух сообщений было предложение о создании независимого польского государства на федеративной основе. Автор пытается приводить исторические и этнографические доводы для оправдания выбранной формы правления и особенно границ будущей Польши. Качество и беспристрастность этих аргументов, однако, оставляло желать лучшего. Враги Польши признают, что в Польше живут более 20 миллионов поляков, и это по вражеским данным. На самом деле в Европе более 23 миллионов чистокровных поляков. 35 миллионов говорят на польском, и еще 25 миллионов понимают его прекрасно. Если свобода Польши была бы возвращена, и ее древние границы восстановлены, это была бы нация из 54 миллионов человек, настолько же однородная, как и Франция, и намного более однородная, чем Австрийская империя, где 11 миллионов немцев правят конгломератом из 52 миллионов людей, из которых большинство славянского происхождения. Автор меморандума ловко манипулирует терминами чистокровный поляк, когда нужно использовать этнографические аргументы, польскоговорящее население, когда эти же самые аргументы выглядят слабее, или же вообще прибегают к истории, когда предыдущие доводы уже не работают. Все ради одной цели – оправдание широких территориальных претензий СШП, не учитывая при этом национальные, религиозные и социальные отличия этих же самых провинций, входивших в составе трех очень разных империй. Какие бы территории вошли в состав Соединенных Штатов Польши согласно предложению Подеревского? Помимо, собственно, земель царства польского, проект предполагал присоединение Великого Герцогства Познанского, Западной Пруссии и Гданьска, части Восточной Пруссии и Немецкой Силезии. Во втором письме Вилсону Подеревский подробнее аргументирует права Польши на Гданьска и Восточную Пруссию, предлагая уже полное присоединение этой последней области с заселенной преимущественно немцами. Главными оправданиями автора таких претензий были острые необходимости для нового польского государства обрести выход к Балтийскому морю, а также якобы исторический прецедент вхождения Восточной Пруссии в состав Польши в XV-XVII веках. Это уже пример манипуляции подменов исторических фактов для оправдания наиболее широких границ Польши. Восточная Пруссия, или, если уж быть конкретнее, Герцогство Пруссия, были лишь вассалами польских королей и не были до юры частью Речи Посполитой в те времена. Не говоря уже о том, что автор совершенно пренебрегает аргументами демографического характера для этого региона. На юге будущее польское государство должно было получить из состава Австро-Венгрии всю Галицию. Несмотря на большое количество проживавших здесь компактно украинцев, Падеревский опять игнорирует статистику населения, аргументируя здесь претензии Польши и ее историческими связями с этими землями со времен Средневековья. Что же касается земель Российской империи, то тут Падеревский выдвигал претензии на Литву, большую часть современной Белоруссии и на Волынь. В первом случае знаменитый пианист указывал на нерушимость связей между Польшей и Литвой. В белорусском примере он объяснял выдвинутые претензии прочными позициями католической церкви в этих регионах и происхождением оттуда важных для польской культуры фигур Адама Вицкевича и Тадеуша Костюшка. Что же касается украинских земель, Падеревич утверждал, что пролитая за эти земли польская кровь в прошлом против татар и турок оправдывали предложенные им здесь границы. В общем, аргументация восточных границ Польши оставляла желать лучшего, не выглядела очень великодержавно. Самая интересная часть обоих писем, адресованных Вильсену, посвящена внутреннему устройству будущих Соединенных Штатов Польши. Согласно предложению Падеревского, в их состав входили бы Королевство Польское, Литовское Королевство, Полесское Королевство, Королевство Галиция-Подолье и Королевство Волынь. Впрочем, во втором письме автор откажется от выдвижения претензий на всю Подолью, видимо опасаясь, что слишком уж очевидной будет выглядеть попытка восстановления старых границ Польши до ее раздела в 18 веке. Поэтому мы будем рассматривать сегодня только финальную версию его проекта, где уже нет Королевства Волыни, а ее земли будут слиты с Восточной Галиции в Единое Королевство Галиции. В состав Королевства Польского должны были войти земли бывшего царства Польского, а также ранее присоединенные у Германии Австро-Венгрии территории. Литовское Королевство получило бы полный контроль над Вильно, Каунасом, Сувалки, Тильзетом и Клайпедой. По расчетам Падеревского, поляки там представляли бы лишь 25% всего населения. Полесское Королевство включило бы в основном Белорусские области, где доля польского населения составила бы до 20%. Наконец, во главе всей этой федерации находился бы избранный президент Соединенных Штатов Польши, который должен был принять титул короля всех перечисленных административных формирований. Стоп! Президент, который носит титул короля? Соединенные Штаты, в котором бы вошли только королевства? Что это еще за чепуха? Все будет расставлено на свои места в следующем фрагменте письма Падеревского американскому президенту. В 15 веке при правлении Егелонской династии Польша уже была самоуправляющейся страной. Ее институты были самыми либеральными и безоговорочно-демократическими по духу. Конституция Нихилнови 1505 года должна считаться первым применением демократической парламентской системы в Европе. В 1572 году, после смерти последнего Егелона, страна стала республикой с избранными пожизненно королями в качестве президентов. В том же самом году, когда произошла Варфоломеевская ночь, польский сенат провозгласил абсолютную свободу вероисповедания по всей республике. Другими словами, автор стремился доказать, что Польша являлась исторически самой демократичной страной Европы в современном смысле этого слова, ставя ее на одном пьедестале с Соединенными Штатами Америки. Я не буду сегодня останавливаться на критике каждой фразы в этом фрагменте с точки зрения фактологии, иначе этот ролик будет целиком посвящен специфике внутренней политической и религиозной ситуации в Польско-Литовской Унии. Тем не менее, из этого фрагмента становится очевидным то, что Подеревский в своем проекте Соединенных Штатов Польши преследовал не что иное, как восстановление Старой Речи Посполитой, как по духу, так и в территориальном смысле. Все эти неловкие и крайне спорные параллели между Польшей эпохи шляхетских вольностей 15-18 веков и современными США служили также как оправданием реставрации Польши в ее наиболее широких границах для американской публики. В то же самое время, идеализация эпохи Первой Речи Посполитой привела в итоге к таким странным анахроничным предложениям Подеревского, как президента королей во главе СШП. Тем не менее, это предложение Подеревского, скорее всего, было лишь умеренной версией воссоздания Польши. Сиюминутный отказ автора от Подолия и особенно игнорирование земель Центральной Украины, входивших когда-то в состав Первой Речи Посполитой, объясняется тем, что на момент составления меморандума в России еще не произошла февральская революция. И пусть Подеревский уже окончательно порывал со своей прорусской ориентации времен раннего этапа Первой мировой, умеренность в аппетитах все же достаточно очевидна. Но какова же была в таком случае программа «Максимум»? Сам Подеревский не дал дополнительных деталей на этот счет, но у нас есть другая версия СШП, предложенная в начале 1919 года Александром Сыски, польским ксензам и членам Национального польского департамента Америки. Учитывая роль Подеревского в политической реорганизации польской диаспоры США и позитивные отзывы деятельности пианиста со стороны Сыски, можно предположить, что польский ксенз развил изначальные планы Подеревского. В брошюре Соединенные Штаты Польши с двумя объяснительными картами Сыски предлагал создание одноименной федерации на основе Союза Польши, Литвы, Белой Рутении и Украины. К сожалению, в этой версии автор не дает приблизительных внутренних административных границ, утверждая в своей работе только о предоставлении широкой автономии для вышеуказанных стран в рамках СШП, а также о работоспособности такой модели на примере только что основанной Чехословакии. Однако более интересно выглядят контуры предполагаемых границ СШП. На Западе они далеко превосходили границы Польши образца 1772 года, включая в себя также часть Восточной Померании и всю Немецкую Силезию, критически важный экономический регион с большими залежами угля и железа, необходимых для существования тяжелой промышленности. На Севере Восточная Пруссия была бы сильно урезана с юга и северо-востока в пользу Соединенных Штатов Польши, в то время как прочие земли остались бы в составе послевоенной Германии. На юге Сыски предлагал не только включение Галиции, но и всей Буковины в состав СШП, несмотря на то, что сам автор насчитывал в последней из этих двух провинций всего 36 тысяч поляков. Какой солидный аргумент для аннексии региона с преимущественно украинским и румынским населением. Но в Америке, наверное, там виднее. Наконец, восточные границы СШП наиболее сильно напоминают старую Речь Посполитую образца 1772 года. Хотя и тут есть некоторые отличия. Например, Киев стал бы тоже частью будущей польско-литовско-белорусско-украинской федерации. Таким образом, предложения Подеревского и Сыски превратили бы послевоенную Польшу в мощного регионального игрока, который стал бы достаточно крепким орешком в будущем как для Германии, так и для России. Впрочем, план создания Соединенных Штатов Польши так и не был в итоге поддержан в польской эмиграции или кем-либо из великих держав. Причин на это было несколько. Во-первых, Соединенные Штаты Польши являлись ничем иным, как попыткой воссоздания старых порядков Первой Речи Посполитой, прикрывая все это за ширмой федералистских идей для ее популяризации среди американских элит и публики. Такое предложение было очень поверхностное и вряд ли бы соответствовало интересам польского общества начала 20 века. К тому же, традиционно изоляционистская Америка не была бы так склонна положить на алтарь польских амбиций в жизни своих солдат. Во-вторых, данный проект преследовал на самом деле идею восстановления в одностороннем порядке Речи Посполитой в границах 1772 года, не учитывая при этом демократическое волеизъявление литовцев, белорусов, украинцев и прочих народов о желании входить в состав такого новосозданного польского государства. В-третьих, сам проект СШП был во многом лишь личной импровизацией Подеревского и его сторонников в Америке. Не все польские мигранты были бы готовы пойти на создание в Польше федеративного государства. Особенно национал-демократы во главе с Думовским. В-четвертых, сам президент США никогда не был намерен всерьез обсуждать такое предложение Подеревского. Помните историю, представленную биографом Роман Ландау на основе слов самого Подеревского об обстоятельствах представления своего меморандума в январе 1917 года? На самом же деле, этот рассказ сильно преувеличивал роль Подеревского в процессе признания Америкой права Польши на восстановление своей государственности. Согласно дневникам Эдварда Хауса, Удро Вилсон начал подготовку своей речи о польском вопросе еще 2 января 1917 года. То есть за 6 дней до встречи Хауса и Подеревского в Нью-Йорке. Более того, к моменту прибытия Хауса в Вашингтон, американский президент уже завершил подготовку своего выступления и вряд ли бы включил финальный текст довода своего советника. Ну и наконец, само выступление Вилсона перед Американским конгрессом 22 января 1917 года о попытке США стать посредником заключения мира между Антантой и центральными державами не включало в себе ничего революционного Польши. Американский президент лишь заявил, что «Государственные мужи повсюду согласны, что должна быть восстановлена единая, независимая и самостоятельная Польша». Эта дословная цитата лишь признавала уже давно свершившийся факт создания королевства польского Германии и Австро-Венгрии, а также обещания Николая II в Рождество 1916 года. Вудро Вилсон не имел каких-либо намерений навязывать свои варианты создания польского государства и уж тем более не желал следовать великодержавным планам польского пианиста. Несмотря на все это, благодаря плану СШП Подеревский лишь укрепил роль лидера общественного мнения польской эмиграции как в глазах американской администрации, так и среди представителей других стран Антанты, завоевав их симпатии. Польский пианист, благодаря своим усилиям и верной ставке на роль Америки в устройстве будущего послевоенной Европы, стал по сути главным символом свободолюбивой Польши в глазах западной публики, затмив даже своего политического союзника Романа Дмовского. После конца Первой мировой войны Подеревский отправится в долгожданное плавание домой на борту британского крейсера «Конкорд». В декабре 1918 года он впервые за долгое время вступил на родную землю в Гданьске, находясь на пике своего политического влияния. Однако Польша находилась в полном хаосе, а в Варшаве была уже новая власть. Сможет ли по-деревски найти общий язык со своими бывшими оппонентами? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова